Всем привет дорогие друзья! И если вам показалось, что предыдущее аниме было сборной солянкой в плане сюжета, то сегодня я уверен, прошлый тайтл затмится в тени тех историй, которые я покажу на этот раз. Ведь именно в сегодняшнем аниме вокруг персонажей построили столько всего, что тут легче сказать чего здесь не будет, а будет в аниме немало интересностей. От количества персонажей до забавных ситуаций. И говорю я о произведении под названием Мастер на все руки сайта в другом мире. Но перед тем, как в мире магии появится разнорабочий умелец, я хочу попросить вас сделать для меня уже по традиции три одолжения. Первое, поставить лайк под роликом. Второе, подписаться на канал. И третье, перейти ко мне в телеграм. Ведь как я часто повторяюсь, тебе просто мне приятно. Приготовься и погнали! Золотые руки позволяют людям открывать замки ко многим вещам. Сказал бы я, если реальность не была бы так жестока. К сожалению, очень часто талантливых людей с умениями в разных сферах считают за дешевую рабочую силу. А ведь благодаря разнорабочим очень многие люди получают помощь. Как, например, отряд авантюристов в другом мире. Ребята в команде, состоящей из феечки-целительницы Лафан Пан, мечницы воина Раэльзы и ее приемного старика-отца с деменцией Морлоком, познакомились с нашим главным героем сайта из иного мира, где тот как раз был мастером в разных делах. Поэтому здесь, где люди часто не имеют больше одного или двух талантов, сайта ценится как крайне умелый человек. ГГ из сундуки откроет, инструменты починит, поесть приготовит и с ранениями поможет. В общем, супер перспективный мужчина, который в данную минуту провалился в подземную ловушку данжа. Благо, проживая в эндези-мире, даже смертельные ранения не означают конец. Отнюдь почти все можно исцелить и воскресить, однако сайта сейчас переживает по другому поводу. Его мысли полностью заполняются прошлыми воспоминаниями о неуважительном отношении со стороны работодателей к его персоне. В мире людей главного героя буквально вытирали ноги, и он боится, что тут его судьба повторится. Но чудесный отряд сайта стал противоположностью всех мерзких людей на земле. И в компании приключенцев сайта считается таким же полноценным членом команды. Из-за него, естественно, будут переживать и стараться защищать. Плюс одна девушка из группы уже начала неравнодушно дышать к парню. За Раэльзой порой прослеживается небольшая связь симпатии Гага, так что есть все шансы на их будущее сближение. Впрочем, отвлечемся на минутку от истории сайта и осмотрим мир, где он отныне обитает. Нынешняя земля – это стандартная фэнтези. Тут все крутится вокруг истории героев и демонов. Но конкретно в эту эпоху люди с демонами не воюют, а все из-за договоренности короля людей и бывшего правителя демонической армии. У них произошло что-то вроде дружбы, поэтому кровопролитную войну никто не возобновляет. А всех людей, кто боится нового наступления демонов, постоянно успокаивают переизбранием случайных поддельных героев, дабы народ не паниковал. В общем, реальную угрозу для живущих представлять могут лишь данжи, куда обожают спускаться разные авантюристы. Ну или на крайний случай заказные убийцы. Последние, к слову, особо опасные. Тем не менее, даже в данжах подготовленные приключенцы способны попасть в беду и в основном это происходит из-за ловушек. Их в подземельях куча, а если группу какая-нибудь такая ловушка еще и разделит на две части, как у сайта при очередном походе, то можно очутиться в крайне тяжелом положении. И встав рука об руку, ничем не примечательный главный герой, вместе с воительницей Раэльзой, остались наедине в сражении против стального голема, пока пожилой волшебник Сфея отдыхали где-то наверху. И если бы не удача и не геройский поступок сайта, страшно представить, какой кошмар сотворил бы голем с ребятами. А так Гага всего-то отделался сломанным телом, но, как я говорил, смерть тут еще не конец игры, и у Раэльзы был воскрешающий туз в рукаве, спасший через поцелуи жизнь разнорабочего. Способ, разумеется, смущающий девушку, но все же ради сайта. Она готова на много, и чувствам иногда не прикажешь, как оголдует, так все, пиши пропало. Благо, у героев ситуация держится под контролем, в отличие от истории одного скрытого убийцы. Бывают такие ниндзя, которые смогут составить конкуренцию немалому числу противников. Хотя, за редким исключением, как случилось с теневым злодеем по имени Кисуруги, путь кровавых заказов резко обрывается, когда тот повстречал любовь всей своей жизни, ведьму по имени Лавелла, отославшую парнишку в демонический мир. Откуда тот, наперекор судьбы, он выбрался обратно на поверхность, и с друзьями-монстрами попытался вновь сблизиться с красивой ведьмой. Тем временем, вернемся к приключениям сайта. Он, кстати, заболел, из-за чего его отряду, вечно полагающимся на его разные навыки, пришлось не сладко. К счастью, следующий поход был уже в полном составе, и побывав пару часов в, казалось бы, пройденном данже, ребята, в частности ГГ, увидел вдалеке предметы своего мира, робота-пылесоса, который привел команду к скрытому проходу в неисследованную часть подземелья. Без сомнения, это стало глобальной новостью, заставившей большую часть авантюристов скопиться у данжа, который удачно был назван в честь сайта, открывшего его. К местности слетелись птицы разного полета, обычные герои, бедные, богатые, представители королевской власти тоже не остались в стороне. И для всех цель стоит одна, найти вкусные, дорогие сокровища раньше других. В целом, в данж зайти может неограниченное количество человек, поэтому конкуренция ожидается страшная. За некоторые сундуки авантюристы готовы и поубивать друг друга, а за какие-то и хорошенько сдружиться. Главное, чтобы каждый был в плюсе, а если как сайт относиться ко всему с позитивом, то рано или поздно награда сама придет в руки. И так и произошло с друзьями ГГ, ведь они нашли секретную комнату с сокровищами раньше остальных. В комнате же находились бесчисленные объемы артефактов, преимущественно из другого мира, откуда прибыл и сайта. Правда, рассмотреть их поближе не удастся, поскольку на отряд со спины напал тот самый влюбленный ниндзи Кисуруги. Почему нападение произошло именно в этом месте, объясняется в его ужасной предыстории. Оказывается, когда он вернулся к ведьме с готовым предложением руки и сердца, он обнаружил еле дышащее тело в подвале. Как рассказывают парню, присматривающие за девушкой-феей с черными крыльями Примас, ведьма сейчас умирает от снятия проклятия молодости. По преданию, когда Лавелла почувствует в сердце любовь, ее бессмертие развеется и тогда наступит ее конец. А так как она повстречала Кисуруги, то вывод можно логично сделать один, что любовь у этих двух была взаимна. Однако теперь в чем смысл, если половинка скоро погибнет? Впрочем, переживать преждевременно не следует, потому что у феи есть один вариант спасения. Для него как раз Кисуруги потребовалось заглянуть в данж Ксайта, ведь в этом месте по истории Примас должен обитать властитель времени, способный обернуть время вспять для ведьмы, и ради нее ниндзя готов убить кого угодно на пути, не жертвуя даже своим телом, чтобы наверняка с призванным от Примас существом победить. Хотя, несмотря на явно жуткое создание перед Сайта, благодаря его умению быть дружелюбным со всеми, с кем успел пересекаться ГГ, он каким-то образом умудрился запасть в душу, как отличный и верный человек. И теперь он вместе со всеми встал в противостояние с объединенной мерзостью. А главным оружием против нее станет дедушка Морлок, и его уровень выше 80-го позволит ему создать заклинание, которое тайно вычитал Сайта в книге волшебника. Заклинание остановки времени. Если напомнить дедушке правильность его произвешения, то у них появится аж 100 секунд свободных для атак в глаза монстру. Но, чтобы собраться с силами для столь мощного заклинания, Морлоку понадобится вся его концентрация, которая в данную минуту уходит в кусочки его воспоминаний. Будто бы что-то мелькает в голове дедушки этим чем-то. Были его моменты жизни тогда, когда еще лет 20 тому назад, он жил вместе с женой и родной дочерью, когда Морлок был на пороге получения великого звания всезнающего волшебника. Те дни были для старика настоящим испытанием. Ради работы он тратил всего себя, а про семью почти забыл, вследствие чего карма наказала его потерей дочери от легкой болезни. И если бы Морлок был дома, то он с уверенностью мог бы ее спасти. Но работа оказалась для него важнее. Затем все как в тумане. Жена ушла от мужа. Бедный старик отправился на поиски способа спасения ребенка. И спустя много походов его скитания привели мужчину к таинственной личности. И вот он старик и принял за человека, который может помочь ему спасти дочь. Однако, вместо возврата, личность лишь уничтожила всю память отца о его трагедии. И заставил забыть Морлока почти все связанные воспоминания с бывшей семьей. И пока он в полусражении читал заклинание остановки времени, часть этих моментов вернулась к дедуле обратно. Собрав его растерзанные мысли от деменции снова въедино. И позволив Морлоку завершить заклятие. Отчет в 100 секунд и начинается. Минуты должно хватить на полное уничтожение врага. Но Морлок не стал прекращать их существование. Его остановило кое-что человеческое. Мысли тех, кого он должен убить. Прикоснувшись к чудищу, он увидел ту боль, что сопровождает Кисуруги и как отчаянно он хочет вернуть дорогую ему девушку. Потому вместо убийства, Морлок только разделяет тела противников. Конечно, не без урона к самому себе. Впрочем, все эти мелкие раны не составляют особых проблем. Наоборот, Морлок показал этим жестом свою мудрость и гуманность. А в награду молодым спасенным позволено уйти с миром из данжа без дополнительных наград. Но пустыми их тоже не оставят. Рассказав про историю Кисуруги, внезапно объявившаяся королевская делегация заверила убийце, что у них есть человек с силой способной вернуть его возлюбленную ведьму к молодой жизни. Сам король с мечом, требующим крови, соизволил прийти к раскаявшемуся ниндзя и сотворил обряд обмена жизненной энергией, отняв часть у парня. Цена хоть и катастрофическая, но обряд сработал. Ведьмин срок вернулся к адекватному, а ее возлюбленный жив, хоть и не в идеальном состоянии. Тем не менее, сразу обнять друг друга ребята не решились. Сперва им нужно заново познакомиться, поскольку девушка долго спала и сознание еще мутное. Кстати, начало в отношениях было положено еще у одной пары. Сайта, закончив разгребать данж с друзьями, вытащил наружу, кроме всяких предметов, дополнительную интересную информацию о попадании в этот мир. Выяснилось, что Морлок, пытаясь найти заклинание возврата любимого человека, случайно мог перенести сайта за секунду до смерти парня из родной реальности. И теперь напрашивается вопрос, а может ли дед вернуть парня обратно? Вдруг сайта еще семью увидит? Ответ на данный вопрос положительный, но если вернуть ГГ, то он появится на том же месте, откуда его забрали, и получается не совсем выгодно. Вернуться к грузовику и сякая не хотелось бы. К тому же тут его уже окружили заботой, а отдельно выделилась Раэльза, напрямую сказавшая о надобности сайта в ее жизни. И здорово, что ребята делают все более смелые шаги в отношениях. Во всяком случае, зернышко заложено, а дальше сама матушка природы сделает свое дело. От любви не застрахован никто. Подобное бывает и в мире животных, и не только земных, но и демонических. И если самец адской гончии, прислужник демонического генерала, с виду кажется жуткой тварью, на деле его сердце может растопить обычная на вид белая волчица. Впрочем, история этих двух в настоящий момент не столь важна, так как на поверхности происходит куда более любопытное событие. Тут, во вроде самый обычный день, решил откинуться дедуля Морлок. Взял и помер ни с того ни с чего. Хотя вроде дедушка он мощный, с безграничной магией. Теперь вот придется пытаться его воскресить. Задача непростая, по крайней мере она таковой должна была быть. Пока на горизонте рядом с собственной могилой не показалось тело скелета нашего же деда. Морлок настолько сильно состоит из магической энергии, что сама смерть проигрывает в регенерации старика. И тут опять отступление к истории адской гончии. У него, к сожалению, наоборот, вся жизнь рушится под лапами. Мир демонов жесток. Любви там места нет, и естественно, долго блажать с волчицей без стычек с другими демонами не получилось. Вдобавок, в одной из битв, волчица была смертельно ранена, а черный пес остался один с чудо, выжившим под защитой мамы щенком. С ним-то и удалось сбежать из демонического царства в безопасное относительно место в мир фэнтези людей. Где главный герой с девушками, дабы перестать видеть мерзкие перевоплощения из раза в раз, команда все же приняла решение полностью исцелить Морлока. А для этого им следует найти последнюю часть энергии старика, хоронящуюся по наводке случайного гражданского, в одной из больших собак, замеченных в окрестностях города. Но перед поисками Морлока пробило на философию о жизни и смерти. Старик, специально укрывшись в тени наедине с Сайта, захотел поговорить о возможном скором уходе из бренного тела. Его срок не вечен и единственное, что бы он хотел увидеть в ближайшем будущем, это свадьбу его приемной дочери Раэльзы с Сайта. У старика глаз алмаз, хотя скорее незрячий бы только не увидел, как девушка любезно относится к Сайта. Само собой напрашивается за мужество, и Морлок был бы рад союзу ГГ и Мечницы. Однако в тот этап, когда от радости согласия по плану свадьбы, потерявшие внимание мужики собирались уже обнять друг друга, разбить в дребезги их счастье залетел пес, виновный в краже последней части энергии Морлока. Здесь же, как итог, адская Гонча в маскировке обычного песика и нажил себе врагов и лица авантюристов. Что демоны, что люди представляют для него угрозу, но по-настоящему обстановка начала ухудшаться только тогда, когда Раэльза, прибежав на помощь и победив Гончу в дуэли, за псом открылся портал к человечеству и от других демонов. Особым визитом и генерал порадовал. Уровня эта пакость немалого. Справиться с ней, как собачка, не выйдет, по крайней мере без деда, который в свою очередь, благодаря сайта, смог близко лечь забравшей его энергией собакой и вернуть утерянную силу. Поэтому немедля восстановившись, дедушка Морлок, возвышенно взойдя на поле битвы, героически спас дочь с почти сыном от атаки демонического генерала и встал с тем на бой один на один. И все бы ничего за исключением неожиданных изменений во внешности Морлока. Он от энергии, высосанной из гончии, отрастил себе ушки с хвостиком, да и помолодел на лет так сорок, из-за чего его сила выросла неизмеримо высоко, поэтому шансов у демона на честную победу не было. Собственно, как и подобает низшему живучему созданию, которое в конце концов было испепелено огнем пожилого, почти вернувший себе прежний облик. Слово, помимо долгожданной победы, Морлок сообщил детям, что он не собирается оставлять собачку, отнявшую его энергию погибать. Он, как в случае с Кисуруги, узрел предысторию адской гончии. И если отец семейства погибнет, то щенок не справится с его утратой, а дедуля не сможет жить спокойно, осознавая их трагическую судьбу. И подытожив, Морлок, спустив песель от того света к ребенку, также вернулся и к группе Сайта. Главный герой с друзьями как раз взяли перерыв в приключениях и нашли время для отдыха. Старика не помешало бы направиться на обследование после столь активных сражений, как было недавно. А у Сайта с Феей выдались отличные выходные. Бега даже подарок успел соорудить Ивану, для девушки построил из невзрачного артефакта Морлока. Вдобавок случайно увеличивший Лафан Пан до человеческих размеров. Чисто говоря, неудивительно, что именно дедушкина вещь сотворила это с Феей. У Морлока куча магических безделушек и благо, негативных эффектов Лафан Пан к своему кратковременному изменению не получила. Все, вскоре вернулась на круги своя. Фея стала прежней, дедушка вылечил спину, Райльза как всегда ревнует с Сайта, к многочисленным взглядам людей, а главный герой уже с головой внедрился в фэнтези-мир, где его умения разнорабочего ценятся в обществе и почитаются друзьями. Конец первого сезона! Ну и пару слов напоследок. Аниме-мастер на все руки Сайта в другом мире, это история далеко не только о разнорабочем. За 12 серий аниме раскрыло нам много замечательных персонажей. Дедушка-деменция, влюбленный убийца, адская гонча и его тяжелое бремя одинокого отца. В общем, это одним словом разнообразие. Скучать в аниме просто невозможно, ведь все стараются запасть в душу, и у героев получается по итогу королевская битва за внимание зрителя, что положительно складывается на углубленности просмотра. А в совокупности с рисовкой и дизайном персонажей, картинка расцветает еще лучше. Я будто бы получил неофициальный сезон реинкарнации безработного. И для меня оценка в 7,5 баллов, или возможно 8, кажется справедливой для тайтла, в котором не было душных моментов. А на этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр, и скоро увидимся! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok